Достаточно частая ситуация, черенки хорошо укоренились, мы их высадили в стаканчики. Через некоторое время побеги на них начинают уйдать. Сегодня разбираемся с причинами этого явления, а также поговорим, что нужно делать, чтобы такого избежать. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноградаре. Зовут меня Светлана, я белка по образованию и виноградарь и виноградарь по призванию. С нами все это понятно и доступно. Чаще всего побеги начинают уйдать примерно через 2-3 недели после посадки в грунт. Но бывает, что это случается гораздо раньше, в нашем случае прошло 8 дней. Первая причина, о которой всегда думают, особенно новички, это то, что грунт сухой. Тем более, что если мы посмотрим на стаканчики сверху, то земля здесь действительно сухая. Но давайте вытряхнем и посмотрим реальные причины уйдания. На всякий случай показываю уже здесь. Смотрите, как интересно. Сверху земля абсолютно сухая, а вот там глубже, достаточно мокрая. Но мы вытряхиваем дальше. И что видим? Видим, что корней, к сожалению, нет. Они просто сгнили. Вот вам и причина уйдания. Отсутствие корней. Они просто-напросто сгнили. Теперь вытряхнем второй. Ну и там будет примерно такая же картина. Как видите, в нашем случае причиной гибели саженцев стал переувлажненный грунт. Полив у нас был один раз, только при посадке. Единственное, что долговато подержали мы баночки в воде. И, соответственно, вот получили то, что получили. Причем, даже обращая ваше внимание, может быть на камере было плоховато. Видно, вот в одном стаканчике земля вообще такая внизу мокрая. А во втором, ну, я бы не сказала, просто влажная. Довольно рыхлая, там не было таких сильных уплотнений. Тем не менее, виноградным корешкам это очень-очень сильно не нравится. И мы все время должны находиться на балансе, чтобы они и не подсохли. И в то же время, чтобы не переувлажнить, потому что малейшее переувлажнение сразу же приводит к гибели. И еще есть парочка интересных моментов, которые я хочу вам показать. Смотрите, как бывает. Черенок укоренился, вы высадили, а затем произошла вот такая ситуация. Мы на корни здесь не смотрим. Я объясню потом, что здесь произошло. Смотрите, листья у нас подсыхали. Но уже видно, что вот пойдет расти пасынок. Это даже, наверное, слабенький. Пойдет вот этот. Сейчас на другом покажу. Смотрите, что здесь произошло. Я их, можно сказать, мочу. Это те черенки, которые я поставила к ремиации в феврале. И, в принципе, чисто для эксперимента, когда они стояли в воде, вода высохла, часть корешков отсохла. Да, я воды долила. Они пустили новые. И поэтому здесь, даже вот здесь вот видно, что вот отсюда может пойти расти. То есть может пойти расти. Такая же ситуация может случиться и в земле. Стали корешки загниваться, но у черенка есть силы. Поэтому он продолжает расти дальше. Видите, здесь у меня несколько таких ребят, скажем так. Вот тоже подсох совсем. Потом пустил новые корни. И вполне еще может жить. Конечно, так делать не надо. Но такое может быть. Я не боюсь обломать им корни. Они все равно пойдут все на мусорку. Чисто так вам показать. И вот на этом большом черенке. Сейчас я вам камеру покажу. Ему что-то не нравилось. Сейчас расскажу, что. И смотрите, что на этом черенке. Вот здесь водичка не пропадала. Водичка была. Она даже показывала, что когда черенки укоренялись. Вот такие они были бледные, хлорозные. Да, вот что-то ему не понравилось. Точка роста остановилась. Но видите, вот отсюда у нас пошел расти хороший большой пасынк. То есть как-то растение вошло в силу. Даже смотрим листики. Да, были бледные страшные. Стали более-менее. И смотрите, здесь ничего не менялось. Они как стояли в воде, так и стояли в воде. Поэтому если вдруг там что-то листики сохнут, да, отсыхают точки роста, не надо сразу бить тревогу. Вполне возможно, что потом все пойдет в нормальный рост. И смотрите, еще какую интересную штуку заметила. Она не касается темы нашего сегодняшнего разговора, но как замечательно чувствовать себя саженцы в воде. Уже корни, конечно. Вот такая вот борода. Да, даже видно. Вот они подсыхали, да. Они уже не ломаются. И я предполагаю, что если у нас до высадки в открытый грунт остается не очень много времени, то держать черенки вот так вот в воде до момента высадки вполне себе рабочий вариант. Во-первых, у нас тут черенки не загниваются. И смотрите, опять же, вот тонкий черенок. Вот он высох, да. Я его высушу. Он опять пускает свежий корешок. Вот специально не выкидываю, ставлю обратно. Посмотрим, что с этого всего будет. Вот такой маленький анонс. Если я их только не забуду тем, что закончится вода, я этого не замечу. Попробуем подержать где-нибудь до начала середины мая. И посмотрим, как они себя будут чувствовать. Уже, как говорится, проэкспериментируем с ними до конца. Но пока что бояться каких-то вот таких, даже вот таких усыханий не стоит. Это вполне у вас может произойти в стаканчиках, если корни загнили. И растение само по себе потом может опять пойти в рост. Можно и нужно ли ему помочь? Да, можно и нужно. То есть смотрите, стаканчики, если они сильно мокрые, боитесь там выкапывать, то просто пробивайте максимально стаканчик, да, чтобы вот эта земелька максимально проветривалась и избавлялась от лишней влаги. Ну, конечно же, лучше перелива не допускать. И вот посмотрим, поэкспериментируем, да, что с этим всем будет. Пока что год. Все это стоит с 5 февраля. И если бы я не пересушила им корни, то все было бы вполне неплохо. При том, что сегодня у нас 4 апреля. И более того, я вам еще скажу одну вещь, что вот эти все черенки, уже после того, как они пустили корни, я их поставила на стол за шторой. Шторы, конечно, светлые, но шторы в той комнате отслоняются довольно редко, поэтому они даже в такой полутени, но повторю еще раз, судя по всему, чувствуют себя вполне неплохо. Смотрите еще, кроме перелива, может быть и другая причина гибели саженцев. Например, им не понравилась почва. Такое бывает. Мы это видели на своем опыте. За нашу, скажем так, многолетнюю карьеру мы укоренили и укореняли много, и поэтому у нас уже есть какие-то статистические наблюдения. Вот было так, что одной группе сортов все нравится, мощная, красивая листва, замечательно растут даже слаборослики, вырастают большие, красивые, а другие было даже, что в один день порядка 50 саженцев, просто реально в один день полигло. Даже перелить они стояли в разных поддонах одновременно невозможно. Мы сделали вывод, что не понравилась почва. И кто погиб? Американцы. И прибалтийская селекция тоже вот они росли плохо, а европейцы, наоборот, росли хорошо. То есть вот есть у них какая-то разница, скажем так, в щелочном балансе, да, либо в каком-то еще содержании микроэлементов, когда они... Одним хорошо, да, а другим не очень хорошо. Отвлекусь чуть-чуть. Я даже в прошлом году на нашем большом винограднике показывала, что из-за засухи мы еще там золы немножко рассыпали. Плюс засуха спровоцировала на свесь виноградник хлорозил, кроме пенонуара. Вот прямо издалека было видно. Все желтенькое и только два куста по краям это пенонуара, они зеленые, им классно нравятся. То есть такое может быть, и когда растение маленькое, ему тяжело, скажем так, с этими условиями бороться, и оно может погибнуть. Ну и также еще может сказаться недостаток света. То есть если вы начали укоренять слишком рано, нет какой-то досветки, хмурые пасмурные дни, еще окошко не самое освещенное, то тоже, ну это, скажем так, не основная причина. Просто растение само по себе, оно уже слабовато, и ему уже не хватит дальше сил, чтобы развиваться. Поэтому оно может погибнуть. Но здесь недостаток света, это как бы больше такой способствующий фактор. Все-таки основной и чаще всего фактор, из-за которого гибнут саженцы, это перелив. Ну как бороться с переливом? Ну вариантов может быть куча-куча разных. Все, как говорится, зависит от фантазии и возможностей. Кто-то стаканчики взвешивает, да, кто-то еще что-то. Ну первый фактор, это, конечно, чтобы почва, грунт был максимально воздушный. Ну а дальше уже просто следить. Можно даже специально влагомерах купить, и не замерять, и уже смотреть. Ну и самый простой способ избежать проблем с молодыми саженцами, это не спешить с укоренением. Вопреки бытающему мнению, даже если вы укорените поздно, то прекрасно ваши будущие саженцы будут развиваться, и нормально они успеют вызреть к зиме. Потому что им не надо будет бороться со сложностями этого мира, а силы, накопленные в черенке, они сразу же пустят на нормальный рост. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажал на кнопку еще ссылка на каталог наших сортов и награды, и наши контакты. До новых встреч!